Многие пишут нам в комментариях под видео, связанное с спортивными программами, как же так, почему ваши спортивные программы похожи на введение в заблуждение американских властей, почему вы продаете эти визы и так далее. Итак, сегодня мы поговорим об этом подробнее. У нас есть три направления виз, по которым вы можете въехать в Соединенные Штаты и спокойно трудоустроиться. Это виза категории P. Три направления – это парашютный спорт, это дайвинг и серфинг. В данный момент мы уже делали ряд видеороликов и по первому, по парашютному, и по второму. Готовим к выходу видео по дайвингу. Итак, как проходит программа обучения и как вы получаете рабочую визу? Виза P – это виза иммиграционная, с которой вы можете спокойно въехать в Соединенные Штаты, и английский язык там не обязательно. В отличие от других категорий рабочих виз, где вы проходите интервью на английском языке. Итак, как стать профессиональным спортсменом и поехать в Соединенные Штаты работать по визе P. Виза для спортсменов, виза для артистов и так далее. Нам интересна виза для спортсменов. Итак, вы приходите к нам в офис в Москве. Адрес есть под нашим видео. Заключаете договор. Далее вы отправляетесь в один из парашютных клубов Российской Федерации, если вы это сделали в России. Проходите теорию и проходите курс АИФФ. Курс АИФФ переводится как «Ускоренный курс свободного падения» для парашютистов. Вы проходите этот курс. В среднем занимает подготовка 2-3 недели, если хорошая погода. Если нет, может затянуться до месяца. Зависит от погоды, зависит от многих факторов. То есть теорию вы пройдете сразу. Прыжки бывают сразу, бывают нет. Вот я, например, ждал свой первый прыжок 4 года назад в январе около двух недель. То есть когда вы проходите курс АИФФ, вы сдаете экзамен. Далее получаете, мы говорим про парашютный спорт, получаете пакет «Спортсмены». Это будет лицензия официальная с Федерации. Это будет международная лицензия спортсмена-парашютиста. Это будет книжка с вашими прыжками, заверенная парашютным клубом. То есть фактически с нуля вы становитесь профессиональным спортсменом. Дальше мы готовим пакет документов в Соединенных Штатах. Это две формы и петиция. Это петиция от клуба, в котором вы будете работать. Кем вы можете работать в парашютном клубе? Ну, в Соединенных Штатах. Ну, прежде всего, вы можете быть укладчиком парашюта. Это самая простая работа. В среднем можно зарабатывать 5-10 долларов за один парашют. Занимает 15 минут укладка парашюта. Бывает, когда вы уже приспособитесь, это можно сделать быстрее. То есть в среднем можно зарабатывать до 100 долларов в день, занимаясь укладкой. Вы можете быть оператором. Операторы зарабатывают и по 50, и по 60 долларов за прыжок. Закончив курсы на дробзоне, в которой вы будете проходить работы, вы можете быть тандем-инструктором. Тандем-инструктор – это крутая работа. Можно зарабатывать и 300, и 500 долларов в день. Бывают ребята, которые зарабатывают и 1000 долларов в день. То есть фактически вы едете работать. Наша задача, задача наших партнеров в США, которые занимаются тематикой парашютного спорта – найти клуб, в который вас возьмут, в котором вы будете интересны. Клуб поможет нам сделать петиции. Клуб поможет подготовиться на американской стороне, и вы едете в США по визе ПИ. Это первый вариант. Второй вариант – если по какой-либо причине вы не хотите проходить этот долгий путь, вы, естественно, можете въехать по визе ПИ, как турист и профессиональный спортсмен. То есть это первый вариант. Но самое главное, чтобы вы понимали, что вам сначала необходимо пройти курс обучения. Это реальные прыжки, это реальная теория, это реальный экзамен. Это настоящий оригинальный пакет документов, который вы получаете в Федерации парашютного спорта. В вашей стране. Следующее – это серфинг. Так, серфинг программы у нас стартуют в Индонезии, на Бали. Мы делали видеоролики, это можно посмотреть на нашем канале. У нас есть школа, которая с нами взаимодействует. То есть вы приезжаете на Бали, проходите курс семидневный, получаете сертификат спортсмена-серфингиста. Дальше мы находим школу серфинга в Калифорнии, потому что Калифорния – это мека для серфингистов. Это может быть Флорида, Майами. Там также есть школы, которая возьмет вас к себе в качестве студента на продолжение этих курсов. Это может быть краткосрочная виза М, это может быть виза Ф, это может быть просто туристическая виза, но с серьезным приглашением из клуба серфа. То есть вы действительно можете учиться и стать профессиональным серфингистом. Дальше вам ничто не мешает перейти на рабочую визу и работать по этому направлению в США. Например, в Калифорнии около 500 спотов, 500 школ и даже больше, где вы можете спокойно трудоустроиться, и мы вам в этом поможем. Третье направление, естественно, это направление дайвинг. Дайвинг вы проходите на Пхукете. В среднем занимает курс теории ПАДИ и открытая вода и бассейн около недели. Вы получаете сертификат успешного прохождения курса ПАДИ. Вы становитесь спортсменом-новичком по дайвингу. Дальше у вас также есть возможность работать. Работать вы можете, кстати, даже и в Австралии. У нас есть партнеры, которые могут помочь вам с рабочей визой и там. То есть, окончив курс, вы становитесь спортсменом-профессионалом ПАДИ. Дайвинг. Также открываются большие возможности. Также можно получить визу ПИ, также можно получить визу БИ, либо просто виза БИ, туризм плюс спорт. То есть, три направления, которые мы развиваем. Как это сделать, можно посмотреть на наших сайтах. Какие у вас будут инструкторы и что они говорят об обучении. Также можно увидеть в нашей группе Facebook и на наших YouTube-каналах. То есть, это серьезная подготовка. Это реальная теория. Это реальная практика. Это действительно вы идете и действительно делаете. То есть, здесь никакого обмана нет, вы просто становитесь спортсменом. И мы вам предлагаем работу. То есть, мы продаем вам рабочую визу. Мы помогаем вам эту визу оформить. Это виза ПИ. И с ней въехать в США, либо в любую другую страну. Ну и, естественно, возникает вопрос, почему именно мы занимаемся этими программами. Ну, как вы знаете, чтобы продавать услугу, нужно сначала пройти ее самому. То есть, иметь выигрышную ситуацию для себя. То есть, иметь выигрыш для себя относительно этой программы. Но я, например, парашютист категории С. У меня больше 250 прыжков. Я профессиональный спортсмен и учился в Соединенных Штатах. Я проходил в Калифорнии курс USPA в Сакраменто. Видел, как это делается. Нашел партнеров. Со всеми теперь контактирую ежедневно. Естественно, интересно, когда люди приезжают, тем более из-за рубежа, и работают в парашютных клубах даже с минимальным английским языком. Потому что даже взять Калифорнию или там Нью-Йорк дроп-зону, да. То есть, приходят русские, которые хотят прыгнуть и именно иметь тандем инструктора для прыжка с русским языком. То есть, многие дроп-зоны, и в Аризоне в том числе, именно хотят, чтобы инструкторами были русскоговорящие ребята. То есть, и мы в этом просто помогаем. Дальше серфинг. Мы сами проходили серфинг-обучение. Это было на Бали, это было на многих серф-спотах здесь, в Индонезии. Мы выбрали для себя школу, прошли, увидели, что да, ребята классные инструкторы. Да, они дают очень высокой степени профессиональные знания, дают теорию, дают практику. Мы выбрали их, то есть, мы сами это проходили. Также дайвинг. Мы сами проходили курс по Ди, имеем опыт в нырянии, знаем, как организовываются поездки, как организовываются трудоустройства в Соединенных Штатах, связанных с этим. То есть, все три направления знакомы лично нам. И по одному из направлений мы ездили в Соединенные Штаты и видели, как это происходит. То есть, сами, как спортсмены, выезжали. Мы тогда не работали, потому что мы въезжали по другой категории визы, но увидели, как это происходит в США и видели, насколько профессионально клубы помогают людям на той стороне трудоустроиться по визе ПИ. Таким образом, наш опыт – это лично наш опыт. И мы продаем то, что сами проходили. Мы первые на рынке, мы единственные, кто занимается спортивной визой именно в таком формате. Потому что, опять же, повторюсь, у нас есть практический опыт. Лично для самих себя. Как говорят, да, сапожник без сапог. Часто бывает, что люди продают американские визы, при этом они никогда не были в США. Или они продают визы для спортсменов, но они никогда не были спортсменами. Либо они продают визу F1, как визы для обучения английскому языку в школах, в колледжах США. Но при этом они никогда сами не ездили по этим программам. Мы такими делами не занимаемся. Все, что мы продаем, мы проходили лично сами. Подписывайтесь на наш канал, отслеживайте наши видеоролики. Заходите на наш сайт usadefisvisa.com. Заходите на наш новый сайт, который сориентирован исключительно под спортпрограммы. Это sportdefisvisa.com. Ну и смотрите наши обновления, подробности под нашими видеороликами.